Первое, что хочу сказать вам, братья и сестры, что очень-очень приятно видеть всех вас в Доме Божьем. Это так здорово, когда церковь в церкви вместе. Сегодня хочу поделиться словом, напомнить. В прошлый раз мы говорили о том, как путем Божьего Царства войти в Новый год и в каждый новый день. Я не буду повторяться, чтобы забрать время, но хочу сказать для вас, если вы пропустили эту проповедь, пожалуйста, найдите ее онлайн, прослушайте. Я верю, что она для вас также будет вдохновением. Сегодня мы начинаем пост, период поста и молитвы, 21 день поста и молитвы. И мое желание поговорить с вами на тему пост и Божье Царство в вашей жизни. Есть некая связь поста и умножения Божьего Царства в жизни человека. Я бы очень хотел, чтобы именно это произошло в жизни этой церкви, в жизни каждого из вас. Мое желание, чтобы в этой проповеди просто зажечь вашу веру на эти действия. Знаете, праведник верою, чьей будет жить? Своей. Мое желание, чтобы сегодня, слыша ты это слово, в тебя пробудилось много веры, чтобы ты жил этой верой, твоей верой, которая приходит от слышания Слова Божьего. Мое желание также ответить на следующих два вопроса. Первое, как Царство Божье умножается в твоей жизни. Царство Божье может быть больше в твоей жизни. Бог открыл нам всякую возможность наполняться и жить Его Царством, но многое зависит от нас с вами. Второе вопрос, на который я хотел бы ответить, это можешь ли ты позволить себе сегодня не поститься? Думаю, что и этот вопрос, на этот вопрос вы услышите сегодня ответ. Давайте мы откроем текст Писания, который я хотел бы положить в основу нашей проповеди. Это Матфея, 13 глава, 11 по 16 стих. Это ответ Иисуса Христа на вопрос учеников, которые спросили Иисуса, «Иисус, почему ты проповедуешь таким сложным образом? Зачем ты используешь притчи? Господи, не лучше ли бы было как-то более доступно рассказать людям о твоем Царстве?» И вот, что Он ответил на этот вопрос. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Я хочу, чтобы вы услышали, вам, им, в этих словах, у Христа некая разница. Он показывает разницу. Может быть разница в человеке, насколько ты живешь Божьим Царством или нет. «Ибо кто имеет?» «А кто не имеет, у того отнимется, и то, что он имеет». Мне кажется, что Иисус рассказывает здесь две вещи. И вы знаете, что подниматься, расти вверх, очень легко. И падать очень легко. Вы заметили, что ослабевать легко. И зажигаться легко. А вот стоять на месте невозможно. Потому что Христос говорит, если ты имеешь, то тебе будет дано и умножится. А если ты не имеешь, то в тебя отнимется даже то, что ты имеешь. И дальше он говорит, «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо, тоже ключевая фраза в этом тексте, «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же кульминация всего, ваши, и я бы хотел, чтобы это слово относилось к тебе сегодня. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Итак, хочу поговорить с вами, как умножается Божье Царство в жизни человека, и какое место занимает пост в этом процессе. Первое, хочу, чтобы вы знали, что Бог желает, чтобы ты жил и наслаждался царством Его Сына. Мы с вами любим текст Писания, который говорит, Он вывел нас из тьмы и вел Царство возлюбленного Своего Сына. Сколько в этих словах Царство возлюбленного Сына для тебя, ты в Нем, это Божья мечта, это Божий план для твоей жизни. Если ты в это веришь, скажи «Аллилуйя». Если мы посмотрим Ветхий Завет, то на протяжении сотен и даже тысяч лет послание с неба звучало в одном направлении, что скоро грядет Его Сын Спаситель, который откроет Небесное Царство для человечества. Это было послание, и мы стали с вами наследниками этого обетования. На протяжении этого же времени люди по-разному искали Бога. Кто-то много молился, кто-то много делал то или другое, кто-то вырезал себе идолов, но все человечество, без исключения, всегда пыталось найти путь к сердце Богу, путь, чтобы принять от Него благословение и помощь, путь, чтобы получить от Него участие. Но ты сегодня блаженный человек, потому что Бог дал тебе возможность наслаждаться и быть частью Царства Его Сына. Это потрясающе и благая вещь для нас с вами. Но второе, что Бог желает, чтобы вы знали, для того, чтобы Царство Божье умножалось в вашей жизни, нам необходимо знать тайны Божьего Царства. Другими словами, скажу попроще, если вы хотите расти в Божьем Царстве, если хотите, чтобы оно умножалось в вас, вы должны понимать, как оно приходит, как оно умножается, как оно растет и как приносит плод, ведь это так важно. И это установил Христос. Иисус говорит, я говорю притчами, потому что Царство Мое, оно драгоценное Царство. И я хочу, чтобы каждый человек не просто слушал Мои слова, не просто как-то обратил внимание, но поискал, поискал в Моих словах больше, чем слова, поискал откровения, поискал для себя вдохновения, потому что именно путем Божественного откровения приходит в жизнь человека то, что Бог дает нам с вами. Когда мы исследуем притчи, которые, я не буду сегодня цитировать вам все, зачитываю все цифры, притчи, я просто несколько приведу выводов из этих, или учений, которые Христос оставил на основании этих притч. Первое, что Он хотел, чтобы мы с вами знали, что Царство Божье приходит путем маленького семени. Очень часто мы просим у Бога ответ. Господи, помоги мне, Боже, сделай мне чудо! Знаете, как Он отдает иногда это чудо? Путем маленького семени. Он посылает в жизнь Твою Слово. Некое вдохновение. Если вы почитаете всех людей, которые, знаете, известных таких евангелистов, которых уже даже с нами нет, которых Бог очень сильно, например, использовал в исцелении, или в каких-то других действиях, вначале эти люди находились, можно сказать, на грани, на пороге смерти. Их здоровье было настолько слабо, что они очень сильно страдали, и у Бога просили помощи, но в большинстве из них они получили свой ответ не потому, что кто-то пришел, на них возложил руки, а Бог зажег в их сердце маленькую веру. Он зажег маленькое слово. Какая-то цитата из Писания, какая-то цитата из проповеди, из пения, из стихотворения вдруг запало в их сердце, и это привело их к некому порыву веры. И они не только поднялись, получив исцеление, они стали служителями исцеления. Такими словами, Бог желает, чтобы мы с вами знали, что Его Царство приходит к нам путем маленького семени. Христос об этом говорил, что Царство Небесное будет подобно семени горчичному, которое самое малое семя, но вырастает самое большое злаковое дерево. Это принцип Божьего Царства. Бог желает, чтобы мы с вами были впечатлены даже самой простой духовной истины, которую Бог посылает в нашу жизнь. Вы можете на это сказать аминь? Через это приходит Божье Царство. Мне кажется, что причина, почему многие верующие сегодня не свидетельствуют о Христе, не проповедуют Евангелие, не рассказывают людям о спасении. По одной причине, что вы думаете, что то, что вы скажете, оно незначительно и не имеет силы. Оно не спасет вашего слушателя. Оно не поможет вашему человеку. Но мне кажется, что Бог желает, чтобы мы с вами видели, что в простом слове есть потрясающая сила Божьего Царства из малого умножаться в большое. Аллилуйя! Можете представить, если бы так умножались доллары в вашем кошельке, с одного доллара умножилось на много. Но слава Богу, что они не умножаются. Но хочу вам сказать добрая вещь, что Божье Царство имеет потрясающую силу умножаться. И мы должны быть не только впечатлены, но с радостью искать Божьего Царства в малом семени. Почему это важно? Потому что Бог напрямую желает контактировать с твоим сердцем. Бог желает передавать Царство свое напрямую твоему сердцу. Сегодня ты в этом собрании, ты слышишь эту проповедь, но я просто человек. Самое главное, что должно произойти сегодня, это не моя впечатляющая вас речь, а согретая истина, которая согревает ваше сердце, а слово, которое попадает в ваше сердце. И как сегодня мы пели последние проповеди, что от него вдруг мы зажигаемся, вдруг пробуждается в нас вера. В этом суть Божьего Царства, что через маленькое слово в твоем сердце должно прийти жизнь, перемены, которые приносят Божье Царство. Почему это важно? Потому что одно из больших проблем, почему Царство Божье не распространяется, это ваше сердце. Это мое сердце. Можешь представить, что твое сердце, у тебя очень хорошее сердце, я в этом не сомневаюсь, но твое сердце может препятствовать тебе наслаждаться жить Божьим Царством. Наше сердце, это такой орган, через который происходит работа Божья в нашей жизни. И оно, поддаваясь всем нашим жизненным вещам, испытаниям, сложностям, неудачам, ссорам и различным, оно, оно приобретает некий характер, иногда, который не способен реагировать правильно на Божье Слово. И поэтому три вещи, которые должно уметь делать твое сердце, три способности, которые иметь должен каждый христианин для того, чтобы через твою жизнь умножалось Божье Царство. Позвольте мне и перечислить их. Первое, что ваше сердце должно быть чувствительно к малому семени Божьего Слова. Вы помните притчу о том, как Христос говорил, «Сеятель вышел сеять». Ты можешь быть успешным во сто крат, в шестьдесят крат и в тридцать крат. Вы во сколько крат хотите быть успешным, Адамитюр? Когда вы идете на работу, вы хотите, как вы, чтобы вам платили? Мне нравится, сестра показывает, по максимуму. Это должно быть жажда каждого верующего. Точно так и в Царстве Божьем. Одна из большущих проблем Божьего Царства, что многие верующие, вообще им все равно, сколько там процентов в них растет. Или на сколько процентов не растет их не в Царство Божье. А важно, чтобы каждый из нас хотел во сто, на сто процентов. Можете сказать на это Аминь? Поэтому важно, чтобы твое сердце было четко к принятию Божьего Слова сегодня. Вы знаете, что меня впечатляет? Да более иногда. Я иногда работаю с людьми, которые только-только уверовали. Я просто настолько впечатлен им. Они настолько легко воспринимают простые Божьи истины. Им ты еще ничего не сказал серьезного. Еще даже ты не успел подойти им рассказать о таких глубоких откровениях Бога. Они уже как-то губко впитывают. Им нравятся, они восхищены. Иногда верующие им проповедуют, что чуть-нибудь поглубже, что-нибудь более существенное, то, что действительно может принести векную жизнь Божьего Царства много, и они как-то так, как-то мало интереса нас. Бывает, как-то нам скучновато бывает, когда мы слышим Божьи истины. И поэтому Христос говорил, я принес для вас, для того поколения, Он принес Божье Царство. Он был лучший проповедник. Чудеса и знамения были справа и слева. Иногда верующие говорят, вот, когда начнутся чудеса, Церковь Божья начнет расти. Хочу вам сказать, это неправильное отношение. Потому что во время Христа было столько чудес. Можете представить, пришел все исцелить, пришел в деревню какую-нибудь большую, вселение, и все исцелились на том собрании. Вау! Вот бы такие чудеса сегодня. Но не в этом суть. Христос говорил, это все равно не решает проблему, потому что проблема заключается в человеческом сердце способностей почувствовать послание Бога и принять это, как что-то драгоценное для своей жизни. Второе, что наше сердце должно не только принять, но оно должно уметь сохранить и вырастить плод. Я думаю, что каждая замужняя женщина, она четко осознает вот эту функцию способностей. Семя принять мало, недостаточно. Его нужно принять, выносить, дать ему жить, дать ему развитие, дать ему полноценное развитие. И каждая женщина, мама, которая стала мамой, она знает, что этот процесс иногда болезненный, непростой. Этот процесс, иногда за ним стоит целое старание, целое усилие и борьба. Для того, чтобы на земле появился драгоценный плод новой жизни, для этого нужно большие иногда старания и усилия. Божье царство, оно тоже нуждается в сердце, которое могло бы его сохранить и вырастить, дать жизнь, не дать, чтобы оно умерло в сердце. Вы знаете, сколько семян Божьего царства умерло в наших сердцах? И за это мы должны просить у Бога прощения. Сколько Бог желал наполнить землю благословениями, но они умерли не в соседа, не в неверующих человека, а в сердцах верующих людей. Они просто не были сохранены, они не были, даже им не дано было предано правильного внимания. Поэтому второе, чему призывал Христос, чтобы в нам иметь способность сохранить, сохранить этот плод. И третье, одна из притчей, которая мне кажется очень актуальна сегодня, на этот день. Эта притча, помните, есть написано, что добрый человек, она начинается так, как добрый человек на поле своем посеял доброе семя. И когда он спал, то враг человек на этом поле посеял плевелы. Что такое плевелы? Плевелы – это очень подобное растение, как пшеница. Да, как пшеница. Оно выглядит так, оно очень похоже так. И в этой притче написано так, но когда зашел плод, вдруг слуги заметили и спрашивают своего господина, господин, разве ты недоброе семя только сеял? Откуда взялись плевелы? А плевелы, они очень похожи на пшеницу, только пшеницы, плод желтенький, беленький, красивый, а в плевелах он темный и даже черный. И вот Христос говорит о том, что важно, когда твое сердце знает, как принимать, важно сохранить свое сердце от неправильных посевов. Сегодня мы живем в то время, когда особенно используя социальные сети, сегодня сеет кому не лень. Надо, не надо, все сеют сегодня. Все знают сегодня. Все просто свои эмоции, свои чувства, свои страхи, свои подозрения. Я читал, я слышал, я знаю. Пожалуйста, просто насеивают свои посевы, которые являются, вроде бы первым важным, вроде бы нельзя это пропустить, нельзя это игнорируют, нужно что-то делать. На самом деле, это может быть просто плевелы, которые забирают у тебя способность приносить плод Божьего посева. Это важно. Вот эти три качества важны. Вот эти три качества важны. Почему я привел? А потому, чтобы сказать, почему пост очень важен в нашей жизни. Потому что пост, в первую очередь, он приближает нас к Богу. Пост помогает нашему сердцу исцелиться именно от этих трех неприятностей нашей жизни. Когда наше сердце чествует, когда оно чествует свою чувствительность, когда оно настолько нетерпеливо, когда оно занято другим, что оно теряет плод Божьего царства, когда оно позволяет врагу украсться оттуда, посеянное Богом. Это все решается путем приближения к Богу посредством молитвы и поста. Напомните, приведу вам такой пример. Христос с учениками Своими на горе преображения. Помните, троих из них спускаются они. И вот видят внутри, там спор. О чем спорят там люди? А в людей был вопрос, потому что Отец привел своего Сына к ученикам. Учеников Христос посылал изгонять бесов, исцелять больных. И вот Он привел Сына Своего. Эта сердце Отца наполнено скорбью. Он принес, Он хотел получить помощь, потому что бес, который пленил этого человека, Он бросал его в огонь и в воду, уничтожая его жизнь. И Он привел своим ученикам. Но они во имя Иисуса выйдет, во имя Иисуса выйдет, во имя Иисуса выйдет, а никто не выходит. И тогда Он привел к Иисусу. Иисус освободил этого человека, изгнал этого беса, возвратил Сына Отцу Своему, но наедине ученики спросили, Иисус, все-таки расскажи нам, в чем причина? Мы же делали, как ты. Мы же вчера бесов изгоняли. Получалось. Почему сегодня не работает? Откуда, в чем причина, Господи? И Он говорит, а причина вот чем, в вашем сердце есть состояние, которое называется неверие. В вашем сердце есть состояние, которое можно сравнить с развращением, то есть оно неправильно реагирует на реальность. Ваше сердце на что-то Божье неправильно реагирует. Ваше сердце неправильно реагирует на истину, на меня, на обетование. Вы хотите, вы думаете, у вас все добрые намерения, нам нужно сердцу вашему помощь, и вы можете помочь своему сердцу путем молитвы и поста. Поэтому, друзья, я хотел бы, чтобы мы сейчас молились. Мы хотим двигаться в Божьем Царстве, и этот пост мы желаем провести таким образом, чтобы Бог приблизил нас к Себе настолько близко и удалил нас от нашего состояния, нашего состояния, привычного состояния сердца, когда оно больше не восхищается, когда оно больше не реагирует правильно на Бога, чтобы мы могли принимать Царство Его в семени, даже в малом семени, чтобы мы могли выносить и принести плод, и чтобы мы сохранили наше сердце от посевов, неправильных посевов, которые насеял не Бог, но насеял враг. И я об этом хотел бы, чтобы мы молились, потому что в этом есть суть нашей жизни. Давайте мы поднимемся для молитвы. Но прежде чем мы будем молиться, я хотел бы направить для вас еще одну историю. Хочу, чтобы вы посмотрели со мной на распятие Иисуса Христа. Вы знаете, что в распятии Иисус был один, сам один. Не было, кто бы сказал бы, Иисус, у тебя все получится. Даже не было человека, которому бы сказал бы, Иисус, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Иисус, ты должен. Он был один. Было несколько женщин, которые стояли рядом. Они плакали в своей слабости, в своей любви к Господу, к хорошему человеку, к учителю. У них было много сострадания, у них было много боли. Но никто не понимал, даже ученики его не могли видеть, настолько сердце их было слепо. Даже тем, кому ему сказал, блаженные ваши очи, что видят, а и то они были далеки от реальности. Они не понимали, что в это время, хотя в одиночку, но Иисус сражается за Царство Божие в твоей жизни. Иисус сражается за тебя лично, хотя бы в одиночку, хотя больно, хотя истекают силы, хотя нужна помощь, но Он до конца, как воин, как Божий воин, как Божий Царь-Победитель, сражается до последней капли крови. Но в этом сражении, я знаю, была мечта у Господа о тебе, что ты последующий Его пример, что ты обратишь свое внимание к Его учению о Его Царстве, что твоя жизнь, это будет жизнь полная плода, что ты увидишь себя в Нем. Ведь когда Он сражался, хотя, видимо, Он был один, но невидимо, грехи всех нас, мы все были в Нем, мы все были в Нем. Он сражался за нам. Мои грехи, мои наказания, твои грехи, твои наказания были положены на Него, чтобы в момент воскресения Он воскресил тебя и меня для новой жизни, жизни Его Царства. Мой брат, дорогой, сестра, дорогая, Иисус воскресил тебя для Царствия. Аллилуйя! Ведь Он тоже на земле взращивал то Царство, которое получал от Отца Своего. Я думаю, когда Его спросили, вы помните эту историю, когда Его спросили, в чем секрет твой? Он сказал, секрет мой в том, что я слышу и делаю то, что говорит мне Отец. И я делаю то, что вижу, что делает мой Отец. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем преломлять хлеб, когда вы будете принимать хлеб, принимать чашу, моя молитва, я знаю, Дух Святой просто посетил предыдущих два собрания, я верю, что Он здесь, я ощущаю Его, Он посетит и тебя, чтобы в твоем сердце зажглось желание стремиться и участвовать в этом посте с верою. Очень-очень прилежно, чтобы в твоем сердце, в твоей жизни умножалось Его Царство, и через это оно наполнило землю вокруг тебя, чтобы множество людей стали частью этого Царства, потому что оно, в первую очередь, умножается в тебе, растет в тебе, ты приносишь плод Его Царства. Давайте мы об этом скажем в этой молитве Господу. Дорогой Отец, Ты чудесный, Ты прекрасный, Ты святой, имя Твое величественное, имя Твое славное, имя Твое величественное, имя Твое славное, Господь, Ты Бог славы, Ты Бог величием, Ты Бог славы, Ты Бог величия, слава имени Твоему святому, о слава имени Твоему святому. Я благодарю Тебя, что в этом собрании звучит Слово. Господи, я верю, что это Слово может вдохновить нас на поиск Бога, на приближение к Богу, для того, чтобы наше сердце снова имело лучшее чувствование, лучшее внимание, более близкое отношение с Тобой, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, прямо сейчас Твоим Духом, Твоим славным Духом, дорогой Господь, наполни каждого сейчас, прикоснись, посети, наполни, вдохнови, зажги, зажги, Господь, зажги нас Твоим огнем, зажги нас Твоей верой, зажги нас Твоим чудесным словом.